Ну ты посмотри, а, ну умники, ну умники совершенно, говорят, что в мозге человека сознания нету, и душа, как говорится, не в мозге, ну как, ну умники, ну дают, а. Ну я вам сейчас одну вещь скажу очень интересную, важную, для здравого смысла, для здравого смысла. Ну там резали человека, его мозг, и там не нашли сознания, ну конечно, как они найдут, там сосуды, там атомы, молекулы, нейронные связи, и сердце резали, и душу там не нашли, ну конечно, ну а как могут там найти? Ну послушайте меня, здравый же смысл должен быть. Вот мы говорим о том, что нас все время пытаются зачипировать, и мы все время ищем какую-то технику, которая нас зачипирует, там какие-то там контроль, там и так далее. Да, ну это может быть, и пытаются кто-то делать, я сейчас не об этом, я о другом. Самый главный идиот у нас в голове. Даже английская пословица есть, у каждого умного в рукови дурак. В чем тут суть? Мы когда в школе учились, мы знали, что сознание это и свойство высокоорганизованной материи. Вот теперь я скажу вам, что такое свойство. Свойство высокоорганизованной материи. Например, магнит. Магнит. Вот эти умники, которые говорят, что душа где-то там летает, но не в мозге человека, а потому что мозг разрезали, и там никакой души не нашли. Ну идиот, это, ну извините меня. Ну и слушайте, магнит. Вот допустим магнит. Вы его разрежьте. Там вы найдете его свойство притягивать. Это же качество. Как это может быть? Магнит вы разрежете, а там молекулы, атомы, они как-то сцеплены между собой. Там нету притяжения, которое оно делает. Это качество магнита. При определенной организации этих молекул и атом. То же самое мозг. По соорганизованной материи молекулы атомы и нейронные связи имеют свойство сознания и эмоции и душу. Это, это вот, понимаете, ну это я вам здравый смысл объясняю. Кому-то может быть это не нравится. Это его дело. Во что он верит, пускай верит. Кому что легче он за то и держится. Кому-то нужна точка опоры. Ну пожалуйста, ну ради бога. Ну мы же школа человек будущего. Здравый смысл. Да, вот я добрый человек. Вот если меня разрежешь, там найдешь эту доброту? Да нет, конечно. Это свойства. Моей организованной материи. Да, молекулы атома сосудов, нервной системы. Кровотоком мозга. Улыбку разрежь, там найдешь хорошее настроение? Ну что вы идиотизмом занимаетесь, друзья? Так вот они, чипы и контроль за нами, за нашим здравым смыслом. Грозят и грозят всякой чепухой. Пошли в баню, идиоты. Так надоело это уже все. И некоторые люди умные, тоже смотрят и думают. Да, душа влетает в ребенка нового. Нашла место, поселилась. А его родители бедные. Его родили. А их дедушки, бабушки куда делись? Если душа какая-то чужая, тогда чья-то переинкарнировалась. Что за ерунда? Ах, 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 как я грустил. Ну, по этому поводу. Видите, да, как я грустил, да? Просто объясняю сложные вещи. Просто объясняю сложные вещи. Что свойства, свойства. В нем нет атомов и молекулы. Как в моем мозге. Только нейронные атомы и молекулы. А видите, какой я умный и добрый. Как и вы. Поэтому, есть, конечно, отдельные люди, которые так хотят в это верить. Так хотят. Ну, что делать? Ну, что делать? Ну, вы поймите. Если вы откроете свои таланты и способности, которые даны вашими дедушками, бабушками и прадедами, там такой потенциал, и когда вы будете заниматься любимым делом, вы будете в эти моменты испытывать такое счастье, такой экстаз. А не слушать всяких идиотов. Занимайтесь своим любимым делом. Мечтайте. Я понимаю очень сложный вопрос. А как деньги заработать? А как выжить? А как перейти от выживания к созиданию? Но мы еще об этом поговорим. Я же сделал национальную идею. А никто не читает. А там же все написано. Как сделать генератор будущего? Чтобы согласовать духовное, физическое. И чтобы согласовать материальную свободу и внутреннюю свободу. Ну, как это согласовать? Я же это все сделал. Ну, смотрите в Редера. Генератор будущего. Да, у меня под роликами все ссылки. Смотрите новую книгу. Как выйти из комнаты страха своего. Превращая стресс в своего помощника. Научите стресс работать на себя. Чтобы достигать вершин, которые раньше для вас были недоступны. Да смотрите же вы. Только ленивый сегодня не знает. Что такое метод-ключ? Мы же бесплатно лебезы для чего проводим? Чтобы выходили там с вопросами. И через день-два мы сейчас проведем. Я вам об этом сейчас объявляю. Только ленивые. А для ленивых это синхрон-гимнастика. Это находка. Потому что он подбирает свои приемы, которые ему ничего не стоят. Но которые так синхронны его инстинктивным действиям, которые он и сам делает. И не обращает на это внимания, снимает стресс. А сам подбор этих приемов, повторяю, развивает креативность мозга. Творчество мышления. Бога открывает в себе. Творца. Потому что состояние творца – это состояние изобретателя. Созидателя нового. Дамы хотят быть красивыми, добрыми, любящими, заботливыми. А мальчишки хотят изобретателями быть, создавать новое. Ну да, мы тоже такие есть. Конечно, конечно. Я не против, наоборот. Я счастлив. Найти таких людей. Пригласить гостя. И здесь мы сделаем вместе беседу интересную. До встречи, друзья.